Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Сегодня будет нестандартный, непривычный ролик, но которого многие из вас так сильно ожидали. Это будет лайфформат. Как видите, обычно я сижу вот здесь, вот на полу, а сегодня я посижу вот тут. Да нет, не буду я нигде сегодня сидеть. Я вам вообще с вами пообщаюсь, расскажу, что у нас находится за кадром нашей старой студии. Переместимся за кадр нашей новой студии. Ну, короче, прям вообще будет огонь. Я не просто так ранее упомянул, что многие из вас ждали этот формат. Многим интересен, так сказать, лайфстайл, бэкстейдж нашей команды и меня, наверное, лично в целом. Вот. И в честь этого, потому что у нас стартует вот такой вот лайфформат, я каждому десятому своему подписчику подарю набор стикеров. Все, что вам нужно, это чтобы принять участие в этом крутейшем конкурсе и с очень большой вероятностью получить набор стикеров. Никаких лайков, никаких заморочек, просто вступаете в наш фан-клуб, ну там типа фан-клуб жизни, и добавляете меня в друзья. Мало того, что каждого десятого я добавлю к себе в друзья и лично от себя подарю набор стикеров. Но я проверю, чтобы вы были в группе, то есть в фан-клубе. Все, в этом суть конкурса, а мы начинаем наш влог. Решили мы его начать вот здесь вот, в нашей старой студии. На самом деле, никакая-то не студия, это просто квартира моих родителей. Да, и я здесь раньше с ними жил, но вот сейчас как бы уже переехал, потому что некоторые узнали, где я живу. Эта комната просто хаос, за который меня мама очень часто ругает. Я обещаю постоянно все здесь разгребсти, но здесь так много вещей, что со всем этим не справиться. Ну, то есть это как бы происходит. Смотрите, здесь у нас что есть? Есть как бы только наши, наверное, олдфаги все это увидят. Это те самые зубы, кстати говоря, это те самые кресла страшные из видеоролика про стоматологов. Здесь также есть какие-то распакованные посылки, чеки, в общем, все то, что мы нашли в тех самых потерянных чемоданах, рюкзаках и все то, что нам приходилось скрывать. Вот, в большинстве с вами все валяются. Какие-то эксперименты. Ну, вообще, все вы это видели. Это микрофон из чемодана рейтера. Вот. А вот это вот весь этот кладезь. Там некоторые хейтеры или не хейтеры писали, да он берет у своих друзей рюкзаки, да он просто их дополняет хердей. Нет, вообще нет. Весь этот хлам, все это то, что остается после наших видеороликов, оно попадает вот сюда. Вот, куча сумок, куча рюкзаков, все то, что мы вскрывали на нашем канале. Вот, это тот самый Луи Витон, кстати говоря. Но здесь не все, здесь не все на самом деле сумки, потому что некоторые нам удалось вернуть. Буквально 3-4 мы реально нашли фактических владельцев и вернули им те рюкзаки, которые им принадлежали. Вот, это тот самый, самый сундук, который я лично поднимался на море. Я был в шоке. Это была просто жесть, но он здесь есть. Посылки, коробки, одежда идет дальше. Этот подоконник это просто беда. Это неудачные посылки, ну в смысле чемоданы. Я говорил, да, то, что мы покупали раньше очень много потерянных сумок и чемоданов с аукционов. И в большинстве из них лежит просто одежда. Это не брендовая, не какая-то просто обыкновенная одежда, которая чаще всего попадается в чемоданах. Эти видеоролики вы даже не видели, потому что, ну это неинтересно показывать вам вот такой бестолковый контент. У нас реально иногда происходит таким образом, что вы принесли чемодан или сумку, распаковали, вы потрошили. Это просто одежда, трусы и все, больше ничего там нет. Естественно, это мы не будем загружать на канал. Мы думаем о своих подписчиков. За это вы надеюсь поставите лайк. В этом секторе у нас чемоданы. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять скрытых. А вот это кое-что новенькое, друзья. Посмотрите. Новый пациент из аэропорта. Потерянный, голубенький, такой весь пыльный. Как вы любите все, друзья. Очень старый, очень тяжелый. И давайте мы соберем под этим видео 15 тысяч лайков. Много просить не буду. И мы распакуем сразу же вот этот, видите, он даже еще с аэропорта. То есть он еще не распаковывался. Абсолютно прям свежепотерянный. Посмотрим, что в нем будет. Но это, может быть, на этой неделе распакуется. Еще в этом уголке, помимо чемоданов, у нас есть пакетики. Но ничего, слава богу, запрещенного вывода нет. Это пакетики, которые мы обнаружили в DUI наборах, которые были в потерянных посылках. Вот. И еще там же была, в этом же ролике, вернее, мы нашли вот эту вот DUI-гранату. Я знаю, что у нас есть один подписчик, который сильно-сильно ждет увидеть, что же там получилось с этой гранатой. И как бы она развалилась. Если в двух словах. Получилось вот так вот. Может быть, что-то я сделал неправильно. Может быть, еще что-то. Но вообще игрушка, если честно, так себе. Просто как бы вообще непонятно. В наборе не было красок. То есть, что делать с белой гранатой? Еще которая наполовину развалилась. Так что, если ты тот самый подписчик, который мне писал комментарий, а где же граната из гипса? Я перед тобой лично извиняюсь, что я запортачил этот самый DUI-набор. Прости. Здесь угол барахла, от которого нужно избавиться в первую очередь. Ну, не считая болгарки. Эта болгарка дорогая, я сам покупал. Вот. Ну, и в целом и все. Как вы уже можете знать, то, что отсюда мы съехали. Здесь мы снимаем только тогда, когда там снимать невозможно. А почему, вы спросите, там снимать невозможно? Там здание новое. Совсем-совсем новое. И там многие соседи делают ремонт. И типа, если мы не успели заснять за обеденное время, то все. Дальше не буду сверлить, вплоть до 6 часов вечера. И все. Ничего заснять там невозможно, потому что там долбят стены перфораторами. Вот. Ну и здесь у нас еще лежит пакет с мусором. Вернее, мы используем те самые пакеты из-под посылок, которые были потеряны, которые мы закупаем. Ускоряги. И вот. Они у нас как под мусор идут. А еще вот в этом углу лежит не совсем мусор. Здесь лежит кое-что интересное. Это мы не потеряли. Это мы купили. Не на аукционе. Но об этом чуть позже. Очень интересный рюкзак. Попозже о нем расскажу. Сначала хочу вам еще вот что-то показать. Помните чемодан миллионера? Один из самых популярных видеороликов на нашем канале. Там была книжка Стива Джобса. Она здесь стоит. А за ней у меня лежат два письма. Два письма, в которых говорится о том, что наша команда молодцы. Мы набрали 100 тысяч подписчиков. Кто опять же не в курсе, это мой не первый канал. Идея у меня уже 100 тысяч подписчиков. Поэтому у меня два таких письма и две серебряные кнопки. Надеюсь, что с вашей помощью мы наберем изглотую когда-нибудь. Желательно быть додета. Так что подпишитесь обязательно, друзья. В общем, вот. Наверное, вот это, который ракурс вы сейчас наблюдаете. Самый необычный ракурс, который можно было бы представить. Потому что все обычно происходит оттуда. А вот эту часть вы вообще не видите. Но вот такой вот здесь дикий завал. Пока что. Я обещаю с этим разобраться. Потому что это не дело. Надо что-то с этим делать. Но это тяжело. Очень тяжело. Смотрите, ребята. Наверное, еще молодые из вас думали. Значит, у нас тоже мы снимаем. Тоже вы этого не могли видеть никак. Это всегда за кадром остается, так сказать. Это Sony A6300. Ей не так уж и много. Но она в очень плачевном состоянии. Потому что эксплуатируется на 120%. Вот. У нее не закрывается эта штука. Но так мы работаем. Потому что денег на новую камеру нет. Она работает в паре с микрофоном Rodevio Micro. Так вот подцепляется. Так работает. Ну и короче. Прям. Прям. Ну не подводит. Все то, что вы видите на ютубе. Чаще всего снято вот именно на эту малышку. Ну, в целом, наверное, на данном этапе здесь больше рассказывать нечего. Потому что здесь раньше было оборудование. Раньше был свет. Ну, в общем, все то, что необходимо для профессиональной видеосъемки. Сейчас здесь остался только тот инвентарь, который мы с вами на нашем канале нашли. А все остальное мы перевезли на нашу основную студию. Где сейчас в основном весь контент и производится. Давайте мы туда с вами и переместимся. А это антистресс. Молодец, кто не понял. Помидорка антистресс. На студию вперед! Привет всем. Да, вот мы теперь на другой части нашей студии. Точнее, на нашей единственной основной студии. Это здесь нас появилось недавно. Это логотип моей компании Via Industries. Кстати говоря, я планирую разрабатывать и продавать свой мерч. Это значит, типа, футболки, джинсы, если получится, худи и все в этом духе. С логотипами нашей команды, логотипами нашей компании. Вот здесь есть опрос. Пройдите, купили бы вы себе такой мерч. Нравится вам логотип нашей компании или нет. Ну, типа, чтобы стать частью нашей команды. Вообще, здесь работа в течение рабочей недели кипит постоянно. Либо за этим, как он монтирует, либо вон за тем, происходят всякие исследования. Это Коля, моя девушка. Поздоровайся со зрителями. Привет. Сейчас он занимается как раз-таки исследованием по поводу моего грядущего проекта. Я планирую открывать игровой канал. И надеюсь, вам это тоже интересно. Напишите об этом в комментариях, если бы вы хотели увидеть какой-то игровой контент на новом канале и так далее. Ну, я люблю игры, на самом деле, там, от слова очень. Сейчас докажу. В этой части святыня, это я, индустрия, святыня, канал GZV. Потому что здесь есть все самое интересное, что нам удалось найти в чемоданах. И насчет игр. Помните то, что там нам в одном чемодане попадалось много-много лего из Майнкрафта? Так вот, я купил себе еще больше такого же лего из Майнкрафта и постоянно его собираю. И маленькие и стрельненькие наборчики лего Майнкрафта будут также разыграны в нашей фангруппе. Так что это еще один повод в нее вступить. По-моему, конкурс еще не закончился и у вас есть шанс. Вот. Настолько сильно я люблю игры, что даже, типа, вот, Майнкрафт, лего и все такое. Что еще касательно игр? Это шлем виртуальной реальности HTC Vive, которые нам повезло найти в одном из, опять же, чемоданов. Нет, сумки миллионера, которые мы нашли в гараже. Нам просто не сказано повезло. Однако, скажу честно, там было не все. Там не было вот этих вот стоек, и нам их пришлось докупить отдельно на Авито. Сказать честно, они мне обошлись в копеечку, но зато теперь у нас полноценные. Здесь есть пространство для исследования 3D виртуального мира. Это круто, это здорово, это прикольно. Стиву это тоже очень нравится. Пока в нашей компании только две основные рабочие, мощные машины. Это вот этот ноутбук. Он, кстати говоря, мой, постоянно с ним хожу, гоняю, сейчас объясню как именно. И вот этот вот рабочий монстр, его я целиком сам из комплектующих собрал. Этот Thunder Robot, этот, как я сказал, самопал. Ну, на базе Republic of Gamers MSI. Зачем же мне вот эти самые рюкзаки, про которые я вам сказал чуть ранее. Это рюкзаки компании Mark Ryden. Это наша некоторая фишка, внутренняя фишка. Так сказать, все члены компании, команды Via Industries пользуются рюкзаками Mark Ryden. Этот рюкзак, которым лежит Игорю, этот Полине, этот мне. Самый большой, естественно, с нагречкой, чем Via Industries. Такой же есть у монтажера и такой же есть у Пети. Вы его видели вот в этом видеоролике. Если не видели, обязательно посмотрите. Вот. У всех членов команды Via Industries есть эти рюкзаки. И почему? Эти рюкзаки удовлетворяют всем тем необходимым нормам и сверхнормам, которые есть сегодня у современного человека. Во-первых, сюда помещается с легкостью 17-дюймовый ноутбук. Ну, это в самой большой версии. Сюда помещаются 15-13 дюймов, соответственно. Вот. Но и главная фишка в том, что у них у всех есть противоугонная система. Во-первых, то есть, ее ты так просто не распакуешь. Все равно это будет заметно. А особо важные вещи можно брать вот сюда. Здесь много секретных карманов. И прямо всегда много чего спрятанных в них можно. Здесь, например, лежит кошелек. То есть, никто, никакой вор без вашего ведома сюда не пролезет. И, к слову еще о безопасности, здесь можно еще установить подлог. То есть, подлог, то, что мне нравится больше всего. Недавно нам приходилось ездить в путешествие на поезде. Я поезда не очень люблю, потому что там как раз такие люди бывают, подворовывают. А вот здесь я застегнул, бросил рюкзак и не парился, что его либо целиком украдут уже, либо ничего туда не стачат. Еще я бы сказал, что рюкзаки Mark Ryden это как Xiaomi в мире рюкзаков. Топ за свои деньги. Ну, реально. У них есть все функции вот этих новомодных, бобби и все такого. И даже больше, я считаю. Но, при этом, они не стоят дорого. Убедиться вы можете по ссылке в описании. Вот. Рассмотрим на примере вот этого. По-моему, он самый бюджетный из всех них. Даже здесь есть очень крутые, прикольные дополнительные функции. Например, боковые карманы. Они мне очень нужны, часто бывают. И, не знаю, очень классный, прикольный рюкзак. Если говорить про самый бюджетный, то он прям один в один с Бобби. И если вот этот имеет какую-то квадратную форму, мой личный, который раз на клеечкой, то он не получается, как бы, как панцирь. Вот, например, посмотрим на рюкзак нашего оператора Игоря. Здесь тоже есть кодлок. Вот так вот мы его одеваем. И это уже такой, как панцирь получается непробиваемый. А еще, с точки зрения непробиваемости, есть вот какая у них фишка. Это, как я и сказал, рюкзак оператора Игоря. То есть, он очень крут, очень важен, потому что там чаще всего хранится наше оборудование, наши камеры. И очень важно, чтобы это не было потеряно или уничтожено. Вот, поэтому здесь есть такие фишечки. Я не боюсь лечь, потому что этот рюкзак был непроницаемый. То есть, там не знаю, то ли олеофобное покрытие, то ли что. И причем все рюкзаки покрыты вот этой самой... То есть, кажется, как будто бы это обычная ткань, но нет. На ощупь она как резина или как что-то такое. Вот, и это вообще не страшно. Реально прикольно, легко стекает. И самое интересное, что при покупке еще этих рюкзаков, вы получите еще и накидку от Дождя в подарок. Но, по сути, она здесь не нужна. Потому что реально этим рюкзакам вообще пофигу. Вода с них стекает, как сгущая вода, на самом деле. Вот. Ну ладно, что-то я заговорился про Марк Райден. Просто я считаю, что это реально крутые рюкзаки. И они всегда с нашей командой рядом. Мало ли вы тоже захотите стать чуть-чуть ближе к нашей команде и купите такие же себе рюкзаки. Вот здесь вот, примерно в таком режиме, каждый день протекает наша рабочая неделя. Мы тут делаем контент для вас. Даже вот этот блог, он тоже записывается для вас здесь. И будет смонтирован вот на этом компьютере нашим монтажером Сережей. Вот. Такие вот дела. Я очень хотел бы, чтобы вы написали интересные вопросы ко мне лично и к нашей команде в целом в комментариях. Я на все самые интересные постараюсь отвечать. То есть многие из вас посмотрят меня, знают, что на комментариях я отвечаю, ставлю лайки, никого не обманываю. Насчет стикеров, кстати говоря, я вас тоже не обманываю. Вступайте в фан-группу, добавляйтесь ко мне в друзья и каждый десятый получит любой набор стикеров по выбору. То есть если у вас какой-нибудь уже есть, я вам подарю другой. Так что не упустите такую возможность, друзья. Кстати говоря, здесь вот в этом углу у нас тоже некий беспорядок от сумок тех самых, которые мы распаковали, еще не успели от них избавиться. Ну, вот так вот зато это работает. Самое главное, что работает, как говорится. Все, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам такой лайф-формат интересен. Я хотел еще вас по горду повозить, машину свою показать, но на улице минус 30 почти, и моя машина не завелась. Да, обидно. Но когда будет потеплее, мы обязательно снимем еще один лайф-влог для вас. И надеюсь, он вам понравится точно так же, как этот. И вы не забудете поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов и Лежавия. Пока-пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok